Всем привет! С вами Хома-сан и сегодня у нас новое видео. Погнали! У меня есть аллергия на солнце, точнее это называют аллергия на солнце, но я это без понятия что это, я просто чихаю от солнца, вот как так. У меня аллергия на холод, как бы это странно не звучало, да вот такой вот я человек. Перемораживаюсь, то у меня появляются пятна и в принципе они очень долго сходят и могут разрастаться по телу именно из-за того, что я перемерзла. Два раза болела ветрянкой. Вот, да, вот не поверите, я сама была в шоке. Это было еще когда мне было лет семь-восемь. Произошло так, что я сначала один раз заболела ветрянкой, думаю, ну ладно, мучилась, ужасно, мне было плохо, я страдала, я такая, боже мой, как это можно, об ковер чесалась, потому что по-другому не могла. Потом проходит время, вроде все, я вылечусь, все хорошо, все классно и одним утром замечаю, все на ноге такие же пятна и такие пупырышки, как первый раз. Не понимаю, думаю, ну это же невозможно, потому что нам всю жизнь говорят, что ветрянкой два раза люди не болеют. И я также в этом уверена была. Думаю, да нет, наверное, бред какой-то. Прихожу к матери, она говорит, ну да, это ветрянка, вызывают скорую. Уезжают врачи, говорят, да, во второй раз заболели ветрянкой. Я говорю, как, ну это же, ну это просто невозможно. Он говорит, ну вообще, как бы это возможно, очень маленький процент того, что это произойдет. Я говорю, ну с чем это может быть связано? Говорит, у вас, значит, очень слабый иммунитет. Я такая, ааа, понятно, классно. И так я заболела второй раз ветрянкой. И когда я вернулась в школу после всего этого, никто не хотел в это верить и очень удивлялся, когда я показывала свои как раз-таки еще подживающие ранки. И говорю, да, так произошло, я заболела два раза. Я всегда заворачиваю чайный пакетик. Вот как здесь, вы можете посмотреть. Всегда. Я не знаю, зачем я это делаю, но мне так удобнее просто-напросто изначально, а потом это уже вошло, как, знаете, в какой-то ритуал, что обязательно нужно вот завернуть, что-то вроде такого. Я не сдавала ЕГЭ. При этом у меня есть аттестат за 11 класс. Если вы захотите об этом поподробнее узнать, то можете посмотреть мое видео про отчисления. Но там уже, конечно, про колледж больше, потому что я и отчислилась из колледжа. Да, гордость родителей, я переворачиваю спички. Всегда, всегда переворачиваю спички. Если ко мне попадает в руки коробок, я, как на нем рисунок, открываю спички, достаю и смотрю, чтобы они ровно лежали. Потому что если он перевернут или еще как-то, я их всегда переверну. Даже, возможно, если там хоть одна спичка не лежит неровно, я ее переложу и закрою. Не знаю, с чем это связано, но вот такого действия я всегда провожу. Меня просто очень сильно раздражает, когда спички лежат неровно. Еще один факт. Я разговариваю сама с собой. Почти постоянно. Вообще очень довольно часто. Что сначала пугало моих родных, когда я жила с бабушкой и дедушкой, и они просто либо отшучивались, либо спрашивали, все ли в порядке. Потом начала напрягать немного Александра Александровича, когда мы стали жить вместе. Но люди быстро к этому привыкают. А я не знаю, мне так удобнее, мне проще. Я могу даже представить перед собой человека, с которым я разговариваю, и ввести диалог, беседу. Возможно, это связано как-то с моими тараканами в голове, но я стараюсь на этом не заострять внимание и просто это считать еще одним странным фактом обо мне. Вот и все. Еще один факт. Я раньше умела ездить на велосипеде. И знаете фразу, что если человек научился ездить один раз на велосипеде, то он никогда не разучится. Это все ложь. После сотрясения мозга я разучилась ездить на велосипеде. Вообще. Меня пытались обучать многие. И очень много. Каждый раз я слышала одно и то же. Я научу. Я точно тебя научу. Я знаю, как это делать. Это все очень легко. Доверься мне. И каждый раз я падала. Потому что нет, я не могу научиться ездить на велосипеде. Все. Из-за сотрясения я, к сожалению, больше на это не способна. Когда я нервничаю, я пою песни. Чаще всего, конечно, это больше похоже на вой собаки подзаборной, либо на крик. Потому что мне так проще. Я так выпускаю весь свой пар и злость. При этом я могу ходить просто туда-сюда и кричать песни. Это странно. Пугает иногда. Особенно людей, которые первый раз с этим сталкиваются. Сталкиваются. Но потом тоже, опять-таки, быстро к этому привыкают. Не знаю, считается ли это за факт. Я просто пыталась вспомнить все, что меня удивляет в себе. И все, что удивляет людей во мне. Поэтому я вспомнила такой вот факт из своей жизни. О том, что я в детстве играла с гадюкой. Это было очень странно. Потому что мне было лет 7. Я была на даче у бабушки с дедушкой. Они там тоже тусовались. Ну, как тусовались? Они-то работали. Я просто ходила, себя доставала. И в какой-то момент дедушка поймал змею и такой, блин, надо ее убить. Я говорю, ну зачем? Ну как? Ну она ничего не сделает. До себя полезет. Он такой, ладно. Я положила ее мне в глубокое ведро. Я ходила с этим ведром. Поставила. Думаю, блин, какая классная змея. Но как бы ее потрогать? Я насыпала ей туда песочка аккуратненько. Поставила, водички налила. И каждый раз, когда она зарывалась туда головой, я ее опускала руку и гладила. И знаете, что меня больше всего смешит в этой истории? Это то, что моя бабуля, когда проходила меня и увидела, что я глажу змею, гадюку, я напомню, сказала мне только одно. Учти, скоро она сюда будет ехать очень долго. И, возможно, она не успеет. Я такая, ладно, я запомнила. И вот так вот я немножечко погладила змею. Я ее не мучила ничего. Я ей ничего не давала есть или что-то такое. Я не тыкала палкой, ничего. Просто, когда она зарывалась в землю, я аккуратно опускала руку и гладила. Она такая гладенькая, вы просто не представляете. И потом я ее просто выпустила обратно на волю, подальше от дачи. И она спокойно себе поползла. Причем это было так романтично. Знаете, я ее выпускаю, она оборачивается на меня, смотрит на меня долго, чуть-чуть проползает ко мне. Я смотрю на нее, страсть, буря, безумие. И она такая, типа, и уползает. Я такая, ой, зимой, я повелитель животных. У меня до сих пор вопросы к своим родным. Они, наверное, чувствовали, что я стану блогером. Еще факты во мне. Я кусаю людей, которые мне небезразличны. Я могу уснуть в любой момент времени. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с моими сосудами или еще с чем-то. Но, правда, я могу уснуть даже на ходу. Такое не раз бывало. И спасал меня благо Александр Александрович, который меня ловил вовремя. Потому что я, правда, могу просто идти и внезапно уснуть. Хоть я и блогер, и довольно молодая и красивая. Но в плане того, что я разбираюсь, как бы должна разбираться в технологиях. Я безумно боюсь новых технологий. И я безумно боюсь банкоматов, в которых нужно кложить деньги. Для меня это прям тяжело. Вот, знаете, которые открываются, и ты такой денежку так, кладешь денежку оттуда. Ну, то есть для меня это прям очень тяжело. Я очень их боюсь. Я правда себя ощущаю человеком из каменного века. Потому что любые новомодные штуки для меня сначала всегда пугающие. И очень долго такими и остаются. Хотя лифт уже давно изобрели. А я до сих пор боюсь вообще в нем ездить. Мне трясут каждый раз. Но и ходить по лестнице я ненавижу. Тяжелый выбор, тяжелый. Эскалаторов боюсь, кстати. Такое видео у нас получилось. Не знаю, понравилось оно вам, не понравилось. Я просто решила поделиться. Потому что вспомнила, что когда-то были такие видосы. Типа, странные факты обо мне, 20 фактов обо мне. Там вот это вот все. Я на них выросла. Поэтому, конечно же, я буду их проецировать. Сходите, поделитесь своими странностями в комментариях. Будет интересно почитать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором мы с вами активно общаемся. Подписывайтесь на группу ВК, в которой больше творчества. И подписывайтесь на мой бусте, в котором я коплю на петличку. Чтобы звук был классный. Ну что ж, всем пока-пока. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok